В эфире новости Дагестан, в студии Зухралиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Обо всем по существу. В Махачкаре прошло совещание оперативного штаба под руководством Сергея Меликова. В Махачкаре прошло совещание оперативного штаба. Массовые нарушения на школьных экзаменах, строительство новых социальных объектов и вопросы безопасности в туристический сезон. Вот основные темы, которые обсудили на оперативном штабе под руководством Сергея Меликова. Подробности в сюжете Патимат Ханаповой. В Куракской школе грядет массовая пересдача экзаменов. Только 4 ученика из более 100 написали ОГЭ самостоятельно. На ситуацию гнивно отреагировал глава Дагестана. Сергей Меликов потребовал немедленно отстранить от работы начальника управления образования и передать материалы в правоохранительные органы. Я предупредить хочу ваших начальников подделок управления образованием. Персональную ответственность несут они, когда замочат листочки с готовыми ответами, когда фиксируется наличие телефонов, когда другие какие-то вещи происходят. И это вызывает, естественно, негатив. Но есть в сфере образования положительные тенденции. В Дагестане проектируют и строят рекордное количество профильных объектов. 54 школы и 8 детских садов. В регионе активно идут строительные работы и в рамках нацпроекта здравоохранения. Поликлиника, больница, 5 амбулаторий и 20 фапов из быстровозводимых модульных конструкций. Более 70 объектов будут капитально отремонтированы. Главы муниципальных образований передали все земельные участки для строительства на них в оперативное управление. Для строительства контракты все заключены. А по одному из контрактов завершено строительство. Это в Табасаранском районе. Как увековечить память героев, погибших в ходе спецоперации, обсудили на оперативном штабе. В Нижнем Казанище семья Сайкомовых разбила фруктовый сад в памяти о своем сыне Махачи и других героически погибших дагестанцах. Многие из которых, кто потерял родных и близких, уже посадили здесь деревья, а урожай планируют раздать нуждающимся. Очень хорошая инициатива. У нас людям, которые потеряли своих близких, нужно общаться им. Им нужно собираться. Не для того, чтобы усугублять горе, а для того, чтобы обмениваться. В том числе радостями, в том числе решением вопросов. И нам будет, доктор Ахман Магоменович, легче, если они будут общаться, будут свои проблемы аккумулировать и нам уже передавать решения как общие. Говорили и о безопасности, особенно в летний сезон в связи с большим количеством гостей. Говоря о дагестанском фортбоярде, в восьмом цехе завода «Дагдизель» глава региона отметила, объект разрушается, находиться там небезопасно. Поручил надзорным органам организовать рейды и не допускать на территории так называемых черных экскурсоводов, которые в погоне за прибылью забывают о безопасности. Патима Тханапова, Мурат Микбарзов, Новости ННТ, Махачкала. С наступлением тепла в столице Дагестана активизировалась уличная торговля. Частники продают фрукты, зелень, молочную и мясную продукцию на улицах и во дворах. Все бы ничего, но предпринимательская деятельность зачастую ведется без санитарных книжек и с множеством других нарушений. Рейд по выявлению таких коммерческих точек провели накануне сотрудники городской администрации. Муниципальные служащие также разъяснили, продавцам о санитарных правилах, которые необходимо учитывать при осуществлении такой деятельности. Управлением торговли совместно с УМВД города Махачкалы проведены рейдовые мероприятия в районе 2-го рынка на улице Батырая по пресечению несанкционированной уличной торговли. Прозвух предпринимателем не торговать с пола, торговать с машин. Дагестан вошел в антирейтинг по младенческой смертности. Согласно статистике Росстата, в республике за период с января по апрель этого года умерло 73 ребенка в возрасте до одного года. Больше только в Краснодарском крае и Москве. По данным специалистов, смерть детей нередко происходит по врачебным ошибкам и халатности. Например, неполноценное проведение обследования беременной, запоздалое назначение лекарства, отсутствие мониторинга сердцебиения плода во время родов. Все это факторы риска, приводящие к летальному исходу ребенка. И к другим темам. В Международном аэропорту Махачкалы в эти дни провожают паломников из Дагестана. Ежегодно самое большое количество квот для совершения хаджи получает наша республика среди российских регионов. В связи с этим, председатель Совета имамов Каспийска организовал шатер добра. Каждый день вылетающих на святые земли жителей региона здесь угощают пловом и напитками. Для верующих, которые приезжают в аэропорт из разных уголков Дагестана, это замечательная возможность отдохнуть с дороги и подкрепиться перед продолжительным маршрутом. Даяло, чтобы было сада у всех. Это прекрасная идея. Люди, потому что мы с ночью в мечети, а это прям прекрасная идея. Дай Аллах здоровья всем участникам этого паракатного дела. Семинар «Диалог со спортсменами» прошел в Дербенте на площадке фестиваля «Уличная культура». В мероприятии приняли участие именитые спортсмены и более 200 зрителей. Подробности у Карима Гамаева, ему слово. 31! 32! 30! Отлично, отлично! А вот сейчас у вас всем! Напутственные слова от именитых спортсменов, прошедших через многое на пути к своим победам. Основными спикерами на мероприятии были российский боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов и пара олимпийц, играющий тренер-баскетболист Ахмед Гамзатов. Каждый из них прошел большой путь и точно может ответить на любой заданный вопрос. Донести до собравшихся мысль о том, что не бывает побед без больших усилий. Вот главная цель встречи. И речь здесь шла не только о спорте. Спасибо за приглашение. Поучаствовал, было очень приятно. Считаю, что такие мероприятия, они очень значимы для Дагестана, для дагестанской молодежи, потому что приглашаются ребята, которые, допустим, испытывают какие-то трудности в жизни. В моем случае я поделился своими, так сказать, трудностями. Ребята это как бы приняли, поняли, что-то новое для себя открыли. Увлекательная программа с участием как маленьких зрителей, так и приглашенных гостей. У собравшихся была возможность получить футболки с автографами за хорошие вопросы и победу в спортивных конкурсах. Кайпуйте от спорта, кайпуйте от музыки, кайпуйте от того, что вы рисуете, танцуете, занимаетесь добрыми делами. Вам в жизни самое известное и зеленое здоровье. Наши друзья из Росмолодежи, она проходит, вернее, в рамках Росмолодежи, наши друзья организаторы этого проекта. И в рамках этого проекта они пригласили нашу команду, команду Мастер Спорта, для того, чтобы провести семинар-диалог. Наш стандартный семинар-диалог с титулованными спортсменами. Спортсмены отвлекнулись, приехали и, как мы видим, как всегда, буря положительных эмоций. Организаторами мероприятия выступили информационное агентство Мастер Спорта, завершилась встреча памятной фотосессии со спортсменами. Карим Гамаев, Саид Шагидов, новости ННТ, Дербент. И о спорте. Богатые урожай медалей собрали дагестанские бойцы на чемпионате и Кубке мира по ММА Ориенталу. Международные соревнования по смешанным боевым искусствам прошли в Краснодарском крае, в поселке Лермонтово. Наша сборная под общим руководством Бадови Гасанова завоевала 61 медаль. Из них 48 – высшие пробы. В общем зачете дружины из Дагестана стало лучше, опередив сборные Челябинской и Ростовской областей, у которых второе и третье места. Всего в соревнованиях приняли участие до 300 спортсменов из 20 команд России, Армении и Казахстана. Кикбоксер Кемран Набатти защитил титул чемпиона Лиги РСС в полулегком весе. В главном поединке вечера на турнире в Екатеринбурге дагестанцу противостоял топовый представитель Китая Мэн Гауфен. Поединок продлился пять раундов. Начиная с первой пятиминутки, Набатти захватил инициативу и наращивал свое преимущество, что в итоге вылилось в уверенную победу единогласным решением судей. Представитель Буйнакска провел вторую успешную защиту титула чемпиона, который он завоевал в ноябре прошлого года. А в чемпионате Дагестана по футболу прошли матчи третьего тура. Действующий чемпион Леки принимал дома в Маграмкенте соседи из Табасарана. Здесь гол, забитый уже на третьей минуте первого тайма, положил начало разгрому гостей. На перерыв команды ушли при счете 4-0. Во втором тайме они забили еще три мяча, на что Табасаран смог ответить лишь двумя голами. Итог игры 7-2. В других матчах тура Хасавюртовский район дома в Индерея уступил Тимирхан Шуре в серии пенальти. Хасавюрт минимально переиграл судостроителя Дербен со счетом 10-0 разгромил Академию Динамо ВТБ. Смотрите нас на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова